Дорожники орудуют отбойным молотком так, что виадук ходуном ходит. Снять старый асфальт пешеходной зоны, несмотря на поговорку, ломать не строить. Задача не из легких, говорят рабочие. Пробираться к плитам через дорожную одежду приходится сантиметр за сантиметром. На одну только полосу уйдет месяц. У машиниста-экскаватора Дмитрия Удовенко другая миссия – освободить от старого асфальта саму проезжую часть. В помощь тяжелая спецтехника и многолетний опыт строит дороги мужчина с 1993 года. Трудился и на международном мосту Амур. Потому с первого дня работы на путепроводе отметил – покрытие здесь было слабое. Армировано слабо. Но на тот момент, когда он строился, наверняка было допустимо. Сейчас при таких нагрузках, при таком трафике оно не выдерживает наверняка. Наша задача сейчас снять, добраться до конструктива, до несущих этих конструкций, а там уже я не знаю. Именно этот нюанс до сих пор не позволил строителям определиться со сроком работ. Поэтому пока главная задача – добраться до несущих балок и понять, насколько их повредили составы, проходящие по ЖД путям под мостом. Разберут и подъездные пути к строению, а потом начнут усилять конструкции и поднимать проезд на полметра. У нас в планах к тому, чтобы мы переподняли конструктив, заменили несущие конструкции, сделали подъездные пути, уложили уже фибробетон. И с этого момента мы хотим открыть одну полосу, а по второй полосе ввести в принципе окончательные работы. То есть асфальт, установка дорожных барьеров и тому подобные вещи, переноситей. Завершить полностью первую масштабную реконструкцию путепровода планируют к Оксибрюм. А пока автомобилистам напоминают – одна полоса для движения на Загородной будет открыта вплоть до 23 марта. После добраться из микрорайона в центр и обратно получится в объезд. Маршруты городские власти продумали заранее. Карту опубликовали на сайте благовеченск.рф. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».